Краткий экскурс в историю в игровой форме развернулся у Стеллы на слиянии Аки и Орлика. Квест построили по сюжету одного из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. 11 июля мы вместе с участниками будущими, ну и всеми, кто вообще желал, смотрели кинофильмы из серии фильмов «Великая победа» о битве за Кавказ, где участники могли подготовиться к будущему квесту. Изучив историю боя, участникам предстояло пройти шесть тематических заданий. «Такие квесты необходимо проводить, конечно же, часто. Мы стараемся это сделать для того, чтобы в ребятах, в нашем подрастающем поколении развивалось чувство патриотизма и еще для того, чтобы они знали ту истинную историю, которая была на самом деле». Ловкость, скорость и выносливость. Помимо знаний, эти качества также понадобились активистам. Преодолеть закрытыми глазами лабиринт, пройти через пропасть, дотянуться до необходимых предметов. Задания казались простыми, однако на их выполнение потребовались десятки драгоценных минут. Самым сложным испытанием, по мнению участников и организаторов, стал этап «Связанные ноги». Судя заключается в том, что люди должны с завязанными ногами пройти испытание, то есть змейку между деревьями. Плюс мы натянули ленту, они должны нагнуться и пройти сверху, не касаясь ленты. Если не коснуться ленты, то испытание начнется заново. «На вид это было очень легко, а сейчас, когда пробуешь это, это ужасно тяжело и боишься, что порвется». Возрастных ограничений для участников нет. Одни учатся в начальной школе. «Летом нечего делать, не все время же в телефоне сидеть». А другие заканчивают в этом году вуз. «Просто очень сильно люблю различные мероприятия, которые так или иначе связаны с историей нашего государства». Организаторы уверены, что к подобной форме изучения истории нужно обращаться как можно чаще. Наталья Чунина, Олег Фомин, телеканал «Первый областной».